о хованского нам заказали кстати друзья напоминаю что я тоже позвал на стрим юрия хованского юрия хованского здравствуйте здравствуйте с вами юра шепелявый пёс у ебанский хованский здравствуйте поехали и на отличался от языка женщин что не могли обычные книжки прочитать французский язык отличался от латыни дура и дикниксель пиксель не надо во всем видеть коля просто говорил что женщины прикоснулись к науке когда сменился язык язык сменился не на женский нет нет конечно нет женщины ничего не у них не было проблем с мужским французским просто латынь в основном была доступна для всяких церковно-приходских как ты понимаешь оттуда брали мальчиков в основном поэтому нет а вы знаете почему туда брали мальчиков потому что их там ебали в жопы история хованским в жопу всех ебут мамку твою я отъебал мамку твою я отъебал хованский тут вот так вот вот так вот друзья 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 моя жумер проговорить тут нету никакого двойного дна блять двойное дно есть у меня в очке стись там писали книги даже специально популяризирующие научное открытие вот популяризация я ебал научное открытие и мамку ученых туда и пошел и люди действительно поверили что способны теперь закрыть все белые пятна на карте и так вот это две вещи рационализм николай николай росов ты знаешь есть одно пятно которое ты никогда не закроешь это пятно от спермы который я кончу на тебя кончу на тебя спермой белый белый хованской спермы как тебе такое друга как тебе как тебе такое мамку твою ебал первое это разум прежде всего прежде человека даже потому что только разум дает человеку жизнь как единственному творцу второе это механизм картина механистического мира это бог из машины все из бог из машины ебал твою мать и третье третье уже ну бог из машины ты конечно уже говорился говорил уже мать твою ебал короче бог из машины нахуй ебнул в жопень блять маман твою представляете бог из машины это после каждой блять я не знаю ебаные опера блять в театре сука блять спускается бог из машины блять и ебёт твою мать в жопу хаманский блять здесь елку батя здание сука берегите задница блять но я сейчас хотел а еще в кустах я ебу твою мать на рояле столько потребить его в отношении бог созданный из машины не бог из машины который появляется там в нужный момент а бог из машины то есть и даже создатель эта машина создавая просто чтобы наши маленькие школьники когда будут ее вот перед одноклассниками не дай бог не использовали презервативы конечно это мир как механизм мир как механизм и третье самое такое опасное это деизм деизм это отрицание активного бога то есть зато это признание пассивного бога которого ебут в жопу ха 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 вот такое вот люди перестали верить в то что бог вмешивается в их жизнь а много лет спустя ницше вообще скажет что бог умер да это будет позже но здесь люди поняли вот эту вещь Бог нас покинул. Он не умер, нет. Люди... Бог покинул твою мамку, когда выебал ее в зопу. Эпохи просвещения сказали бы так. Бог нас покинул. Но это не значит, что он нас не любит, нет. Бог просто дал нам право творить за себя. Вот поэтому он нас покинул. Он сделал все, а вот теперь мы должны взяться и сделать для себя свое. Все, что сделал он, он уже сделал. Он не будет вмешиваться, а вот теперь от нас... Бля, Роса, заебал. Скучную хуйню, блядь, порешь. Где, блядь, мои шутки дать? Где мои сутки, блядь? Где мои нахуй сутки, блядь? Я хочу мои сутки слушать. Нахуй мне твои будущие стримы, блядь. Твои, блядь, история, нахуй. Я, блядь, перехожу, сука. К тебе, блядь, наебаные стримы, сука. Чтобы, блядь, сука. Блядь, нахуй. Сука, блядь. Чтобы, блядь, нахуй. Чтобы, блядь, нахуй. Мне было тут весело, блядь. Чтобы меня, блядь, смотрели, сука. Чтобы меня, блядь, смотрели у тебя на ебучих стримах. Нахуй твоя история, блядь. В жопу ее, как и твою мамку. Ебал. Пока, блядь. У нас зависит, как наш мир будет развиваться. Вот мы теперь это будем делать. Блядь, почему я молчу, блядь? Заебал. И появляются даже атеисты. Идейные. Сука. И просто бытовые атеисты. А атеисты, которые говорят, его и никогда не было. Сука. Бог, как самая важная вещь. Ебал твою мать, Бог. Как самая важная вещь. Знаешь, Росов, какая самая важная вещь у твоей мамки? Вибратор. Она же Бог. И я ебал им. Как же так? Он постепенно исчезает из мира. И люди... Это, кстати, характеризует еще один... Это, кстати, характеризует еще один момент. Твою мамку-то ебут в жопу. Помнишь, да, Росов, конечно? Важный период, видишь? Очень важный период, да. Вот теперь. Типа... Вот теперь в попке твоей мамки. Когда трение происходит, там, короче, понимаешь, да? Мнения появляются всякие люди в дискуссии. Все эти светские какие-то обсуждения. То, что люди науки проникают в свет. То, что становится модным и престижным говорить про какую-то вот такую хуэргу. Типа, что и атеистом тоже быть можно и модно. Типа, тебя никто за это ногти не будет выдирать в подземелье. Гласность! Вот. Блядь, какая смешная шутка, пиздец. Зондоу, какого хуя, блядь? Чё хотел сказать? Да, да. Чё, чё, блядь, сказать-то хотел, а? Сука. Тупой, блядь, ёбаный историк. Нахуя ты вообще делаешь свой канал? Это действительно... Рост, смотри. Батя учит. Батя тебя, сука, учит сейчас. Батя в первый, блядь, и последний раз. На стримах я тебе такого, блядь, не скажу. Потому что у меня, блядь, времени нет такой хуйнёй там заниматься. Времени нет такой хуйнёй заниматься. Слушай, я ж чепелявый, не картавый, хорошо хоть не картавый ублюдок, блядь. Слушай, сюда. Слушай, сюда. Слышь, бля, ёпта. Ёпта, слушай, блядь, сюда. Ёпта, блядь. Ёпта, слушай меня, блядь, сюда. Чтобы, блядь, сделать хорошие стримы, блядь, ты должен, нахуй, ебать, ёпта. Ебать, ёпта. Ёпта, ебать матерей всех исторических личностей, сука. Ебать матерей всех исторических личностей, блядь. Ёпта, понял, блядь? Быстренько. Берёшь и ебёшь карликовую мамку Наполеона Бонапарта. Ебёшь её в попень, короче. И всё будет хорошо. И тогда твой канал, твой канал, ёпта, будет охуенный. Охуенный? Я тебе как батя говорю. Батя Холландский. Ларинчушка ебаная, кстати. Разгул гласность. Франция особенно, надо сказать, выделялась среди этих стран. Французские просветители открыли для мира новое понимание управления государством. Они считали, что надо теперь не только... Ссылка удалена. Ссылка, блядь, удалена, сука. А хули ты её удалил-то, блядь? Хованский, а сексист фанатка... Ха-ха-ха-ха, блядь, я же пиздел тогда. У меня же, блядь, секс был только с твоей мамкой. Ну, она в каком-то смысле моя фанатка, конечно, блядь, ёпта. Но... Как бы, блядь, сука. Сука, как бы, знаете, никто не отменял таблетки усыпительные, сука. Как бы, ёпта. Ха-ха-ха, блядь. Не то, чтобы она была сильно за, короче, но вы понимаете, о чём я, да? Ведь бог-то не очень важен. Не королю, а народу управлять самим собой. Идея о республике, но только новой, республико-представительной власти. Парламент и партии, и правительство, президент. Парламент, мысль, что можно управлять не помазанником Божьим, а политическими избранниками. И что люди определяют судьбу своей страны. И ещё одна важная вещь. Национализм. В этот момент люди осознают, прежде всего элита, что она не просто христианская, не просто это единое Христово царство латыни, но эта французская нация, например, есть. Она всегда была. И вот теперь она поняла, что... Ёпта, блядь, какой же он душнило, сука. Какого хуя я хожу к нему на стримы, блядь? Он же, сука, душит, блядь. Ну ладно, похуй. Я там, короче, пивасик, конечно, сидел, глушил. Мне было поебать как-то. Я вот сижу, блядь, пиво хуярю. Мамку ебу твою. Зритель, слышь, я ебу твою мамку, короче, на стриме. Пока Росф там пиздит что-то, я пью пивасики, ебу твою мамку. И все нормально, как бы. И все нормально. Но сейчас смотреть со стороны на эту хуйню, конечно, ну как-то уныло, на мой взгляд, конечно. Ну такое. Что она существует. Оно осознало себя в истории и в мире как явление. И это явление имеет интерес. Выше, может быть, королевской власти, если потребуется. Выше какого-то человеческого естественного права. Если надо переступить через него, то это надо делать раньше всех. Ну и... Юлик охуенный пацан, я вот это, я считаю, вообще заебись. Охуенный пацан, прям вообще пизда. Так, пожалуй, другая вещь еще, вытекающая, буржуазия. Буржуазный мир. Или капиталистический мир. Еще не в полной мере капиталистический, но осознание нации себя как собственников. Собственников наследия. Не только лишь... Бля, ну нахуй, пацаны. Лучше бы, блядь, заказали, где говорит настоящий сука профессионал, ебта. Вот я, ебта, лучше бы показали, где я говорю. Ебта, заказали бы, блядь, мы поржали хоть, блядь. Я охуенные штуки там парю. Ебта. Да ебок, я охуенный пацан. А, ну, блядь, духота, ебта. Из земли, не только крестьян, но собственников культуры, истории и провидения, Робеспьер напишет об этом. Это высшее существо. Ну, имея в виду бога или нечто. Ну, Робеспьер-то не очень приятным человеком был, чтобы его так цитировать, знаешь, восторженно. Я все же, я его стараюсь безэмоционально процитировать, он говорит... Нету лучше булика, нету лучше булика, чем очечка Юлика. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вот это да, вот это да. Зоопа Юрика, Юлика, прям вообще, опа. Ой, 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 правда, я его не ебал, но такое. Высшее существо. Высшее существо это как бы новый бог для него, как он считал. И мы должны избавляться от угнетателей. Не потому что они виновны, как он напишет, а потому что им нет места в новом мире. Вот эта очень страшная фраза приведет нашу историю, наш рассказ весь даже про просвещение к закономерному его итогу. Это попытка осуществления всего... Недолго музыка играла, недолго фра... Недолго музыка играла, но мать твоя в очко ебалась. Сидела долго, хуй сосала, твоя мамаса, друг. ...эр танцевал. Ничто не может продолжаться бесконечно, как и возрождение. Все-таки времени на раскачку уже не остается. Но пока мы не приступили к этому, пока мы не начали говорить о конце, я хочу еще остановиться на одном. На моем конце. Это романтичная культура просвещения. Это... Если вы играли в Assassin's Creed 2, там есть любая... Assassin's Creed 2, охуенная тема. В обной линии все эти итальянские какие-то там... Я хочу сказать немного о другом. Это просвещение, это уже не возможно. Не, ну... Росов, у Росова на самом деле интересный голос. Я не знаю, смогу ли я его повторять, но Росова я чисто по специальности не могу вынести. Но именно вот... Вывести я не смогу его исторически. Интонации у него довольно интересные. Он так вверх берет интересно вот так слова, поэтому здесь было бы, наверное, поинтереснее изображать. Но тут надо вжиться. Маргиналы и ежемаски делаются, кстати. Продолжаем, соответственно, продолжаем работу. Возрождение. Это время 18 века, конечно же. Это поздняя эпоха. И там, ну, хотя бы наша страна. Это кулары. Это романтизм. Это новая любовь. Не, проблема маски жмеля заключается в том, что пить из нее нельзя. Там не получится. Теперь любовь тоже... Балы. Да. И там происходит... И в рот и балы. Ха-ха-ха-ха. Ходит любимое представление в нашем дворе, например. При Елизавете Петровне Травести. Юноши переодеваются в девушек. Девушки в юноши. В один балл, в один присест. И вот сатиры хватает. Слушай, есть такая шутка, короче. Есть такая шутка. В один присест. Твоя мамка приходит ко мне домой и такая, блядь. В один присест, сука. На батю села, сука. Вот это да, вот это да. Смешно. Нимфа, нимфы, сатиров. Это называется игра Амуры. И кто ухватит предрестницу на том месте и должен осуществить с ней Амуры. Вот эта раскрепощеннейшая любовь на всем, наверное, историческом пути, по сравнению с тем, что творилось в веке 18-м, мы в нашем 21-м очень пуританские нравы имеем. Потому что 18-е это развитие сексуальной культуры, это просто действительно новое слово, революция по-настоящему. Где, как потом княгиня Лопухина напишет про свое время в 18-м веке, ну я же не крестьянская баба в самом деле. Как мы настолько сейчас не отстаем от 18-го, точнее отстаем от 18-го века, у нас секс появился с выходом фильма «Маленькая вера», блядь. Ты не забывай, что почти навек его, блядь, отобрали у всей страны, блядь, поэтому... Но в России... В России секс был активный и очень бурный в 18-м веке. Так что понятовский... Ну, это детали, детали. Говоря вот о самой... Ну, кстати, про ебли он мне уже на стримах рассказывал, как бы. Вот такое вот хуйня на самом деле. Ну, ебли, ёпта, было нормально, блядь, ебли, блядь. Поебаться-то и чё, чё, мы любим все. В сути, это... Ну, я же не крестьянская баба, говорит княгиня Лопухина, чтобы иметь одного мужика. Сука, блядь, ёпта, ебал. Точно так же считалось зазорным иметь меньше десяти любовниц. Это просто благоверность какая-то, меньше десяти. А французскому королю Людовику XVI его не любили несчастного не потому, что он так... Не, ну честно, даже мне, блядь, ёбнутому долбоёбу, блядь, малообразованному, блядь. У меня, блядь, экономическое образование, и меня как будто бы из жопы высрали, блядь, эти афроамериканцы ебучие. Понимаете, блядь? Короче, смотрите. Даже, блядь, мне, блядь, чуваку, блядь, с тремя классами, блядь, школьного образования, нахуй понятно, сука, что ёбнутые, блядь, эти короли ебучие, это, блядь, исключение скорее, блядь. Росов, Росов, блядь. Чё, чё за хуйню ты, сука, несёшь, блядь? Ты ёбнутый, что ли, блядь? Росов, блядь, Росов, блядь, РОСОВ! Росов! Слушай сюда, блядь, слушай сюда. Ты, блядь, не прав, нахуй. Ты, блядь, приводишь, нахуй, в пример, сука, ёпта, долбоёбов каких-то, которые, блядь, являются тотальным, блядь, исключением. Их, блядь, нравы не показывают нравы большинства. Сейчас, блядь, в моей ебучей России, в моём, блядь, ебаном, сука, в моём ебаном, сука, Санкт-Петербурге, в моём ебаном, сука, Санкт-Петербурге, блядь, мы ебёмся вот просто вот так вот, блядь, вот так вот, нахуй. Так, сука, никогда не ебались. Я тебе, блядь, отвечаю. Я тебе, блядь, отвечаю, мы ебёмся, блядь, как сумасшедшие, сука. С людьми, сука, ёпта. С тёлками, блядь, с животными, сука. Сука, блядь, ёпта. Ёпта, сука, смотри, у меня, блядь, Симбикорт нахуй есть, Симбикорт, блядь. Я у Садова спиздил, сука, Симбикорт, сука. Знаешь, что я с ним сделаю сейчас? Знаешь, я отвинчу крыжечку, блядь, пока Садов не видит, блядь. Пока Садов не видит, я отвинчу крыжечку Симбикорта и вставлю в него свой хуй, блядь. Пока Садов потом откроет, блядь, и вдохнёт эту хуйню. Вот я сейчас это делаю. Я вставил Симбикорт в свой хуй сейчас, блядь. Потом я закрою Симбикорт, блядь. Садов, Садов придёт, вдохнёт Симбикорт и вдохнёт запах моего хуя. Представляете себе, какая, блядь, смешная сутка-то будет, а? Алё. Охуенная сутка. Вот, я уже натянул на хуй Симбикорт, вот он. Вот, сюда вставил свой хуй полностью, блядь. Даже места хватило, потёр немножко стенку. Закрываем, блядь. Закрываем, блядь. Посмотрим, блядь. Посмотрим, что Садов там будет Симбикортом, сука, делать. Но это на потом, друзья. Этот панч вы увидите чуть позже, блядь. Хе-хе-хе. Ёпта. Каким плохим уж был. Он делал много хороших вещей. Его не взлюбили и удивились все парижане. У этого короля не было любовниц вообще. Что это за французский король без любовниц? Импотент. Да, а его и считали импотентом. Или даже гомосексуалистом. Его называли бесплодным. Такого короля не уважают и не любят. То ли дело его предшественник Ледовик-15. Ну, видишь, вот все-таки это показывает, что у французской нации есть прям какая-то уникальная идентичность. При том, что у них соседи, по сути, построили Римскую империю, но французы, видишь, тоже они парламентаризм, по сути, привнесли. И вот эту всю хуйню баб они умеют трахать. Типа, блядь, никогда не отпускайте свою тёлку погулять с французом, блядь. Посмотрите, что ребята творят, а? Де... Йоу-йоу-йоу, я зачитаю фристайл. Нойзим сихуй. Эээ... Ларину я ставил. Нахуй Ларина, его мама проститутка. И я сегодня ебал её утку, блядь, е. И это не сутка, не. Это не сутка, батя в здании. Теперь пизда ему. Ларин, хуй соси. Ларин, хуй соси. Е. Это мой фристайл, брат, йоу. Это мой фристайл, блядь. Рай, Ларин. Твоя новая прическа, это. Хуй и расческа. Я ебал тебя, Ларин. Я ебал тебя в рот. Я увидел твою могилу и насал туда, йоу. Я залез туда, как рот, и выебал тебя. Я нашёл твою мать и пришёл туда. Блядь, я увидел там Окси Мирона. А потом дал ему. Хуй свой размером с дракона, блядь. Е. Ха. Фристайл от Хованского на стриме Александра Садова. Да, здравствуйте, друзья. Десять любовниц. Да я, блядь, столько имён заебусь учить, блядь. Десять. А нахуя учить имена, я сейчас подумал. Типа они им нормально. Катались, ебались. Это, 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 это начало. Это только начало. Только начало. Это, чтобы тебя не... Да, они ещё стоят такие, блядь, уже сегодня за день переебали кучу баб. И те такие. Ого, ого. Типа, а что, нет, любовница? Ты что, есть импотент или, может быть, педик? Ха-ха-ха-ха-ха. Давайте все теребить наши усишки и говорить, что наш король педик. Он... Ха-ха. Какая, блядь, сместная шутка, нахуй. Очевидно, педик. Так, блядь, ну... Ебать, конечно. Опасные ребята, прям... Аросов такой сидит, думает. Господи, какого хера он говорит слово на букву П? Я же стримлю. Ладно. Так у нас нет хайлайтера, шо я ППШ. Но, с другой стороны, воевать они не умеют. Мы умеем, блядь. Вот мы... Телки у нас, конечно, блядь, нас ненавидят, блядь, ёпта. Потому что пьяные с коты пиздить лезут. Ну, зато, как до пиздилого доходят, еб... Охуенные мысли, блядь, пошли. Настоящие, сука, мысли, гения, сука. Охуеть, ебать. То, что, блядь, на... Давно такой мудрости, блядь, не слышал, серьёзно. Ну, слава богу, что, блядь, в интернете есть хоть один, блядь, мыслящий, сука, человек, ёпта. В отличие от этого ебаного Россова, сука. Ну, Россов чё-то вот такой себе, блядь. Такой себе, такой себе. Ну, блядь, по истории чё-то шарит, блядь. А вот как человек, знаете, он такой немножко... Немножко тухловатый, да, такой вот спокойненький он чё-то, блядь. Я его, блядь, расшевелить уже, блядь, который стрим, сука, нахуй, ёпта. Пытаюсь, блядь, рассмешить, сука, блядь, ёпта. Нам расшевелить, сука, ёпта. А он, блядь, всё история, блядь, история, нахуй. Какие-то, блядь, оргии, сука, блядь. Да не смешно, нахуй, ёпта. Не смешно, блядь. Не смешно, сука. Надо, блядь, шутки, сука, сутить. Бать, мы этих нахуй французов, сука, мы, блядь, Москву сожжём, прям с плиткой собянинской, просто потом ещё до Парижа им пизды давать, и придём там, всех перетрахаем, просто уже, даже уже не стоит, пока ты в походе был, блядь, два года воевал, ты просто вялым, блядь, вот гармошку втыкаешь, нахуй, блядь, сука, вот тебе, блядь, русский человек пришёл, блядь, будете нахуй вожать, а то опять придём, выебим, блядь. Выебим, блядь, выебим, сука, ёпта. Лучше бы, наверное, знаешь, у нас всё-таки были качества французов, мне кажется, может быть, на нас бы и нападали меньше тогда, мы как-то, вот исторически заявлены недружелюбными, на фоне французов это чётко видно, у них 10 любовниц, всё. Ну что, друзья, я думаю, с видео с Хованским мы сегодня закончили, да, нормально, по-моему, получилось, сейчас, давайте я это, в симбикорд приму. Блядь. 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 Это был панчлайн в конце, короче, это было убийственно, блядь. Сука Ладно, панчлайн хороший Зашел прям вообще, прям, не знаю Глубоко Ой, блять Блять, нравится хайлайт, короче